1 сентября в квартале Ключи открылась новая школа. Общеобразовательное учреждение было по-настоящему долгожданным как для родителей, так и для детей. И теперь сотням деток не придется ездить куда-то далеко, чтобы получить знания. Ведь новая школа «Ласточка» находится в шаговой доступности. Почему вы решили отдать свою землю под застройку школы? Добрый день. Это решение было не спонтанное. Мы очень долго думали над концепцией района и, в принципе, решили наполнять его постройке социальных объектов. Не только школу. Мы отдали большой участок земли под школу, проектировали ее сами, прошли госэкспертизу. Также мы выделили землю под детский сад, тоже прошли проект, сделали сами проект за свой счет, провели госэкспертизу, выделили земельные участки под дороги. Мы считаем, что для развития новых кварталов, вообще для нового строительства, этого, в принципе, необходимо. Уже нам надо переставать строить спальники, где люди могут просто переспать и ехать куда-то на работу. Люди должны выйти в комфортную среду, где есть вся инфраструктура, где родители могут за ручку взять ребенка, отвезти в школу, отвезти в садик, отвезти в поликлинику, которые тоже на сплане, пока не проектировали, на земельный участок выделили. Чтобы дети могли внутри квартала, внутри вашего района гулять спокойно, без риска для себя. Для этого мы создаем цифровую среду, чтобы была возможность, в том числе, это много аспектов, и видеофиксации, что ребенок гуляет, мама, папа могут в режиме реального времени наблюдать его на телефоне. Тут два аспекта. Первый аспект, бесспорно, это то, что мы уже хотим делать хорошо, денег заработали, и теперь очень хочется, чтобы что-то осталось. А во-вторых, для района это просто необходимая вещь. И вообще тенденция, она такова сейчас, крупные застройщики по всей России к этому приходят. И почему во многих городах либо запрещают, либо минимизируют точную застройку, потому что школ действительно не хватает. А у нас, вот смотрите, мы район только строим, а школу уже есть, школу на 1500 человек. Но реально там, мы все знаем, реально это 1700-1800 человек вмещать может. Сейчас еще район не построен, уже тысяча детей в школе. Мы, кстати, не ожидали, думали, что первый год там 600-700-800 будет максимум. Но для наших деток хватит. Поэтому, когда люди принимают решение покупки района, они делают такой многоуровый анализ. Что здесь важно? Первое, комфорт. Второе, логистическая доступность. Сами понимаете, у нас здесь строится самая технологическая развязка на территории Народной области Остожевской. Она уже две очереди, одна сдана, вторая в ближайшие пару месяцев будет сдача. На третью уже выдают деньги, тоже проведена госэкспертиза. Это будет очень близко доступ до центра города, театра, кино. Это с этого района очень близкий доступ до мест отдыха. То есть летом мы поехали, пожалуйста, на речку, зимой там на лыжах покатались. Вот такая вот история. Поэтому это было осознанное решение, мы о нем не жалеем. И считаем, что уже покупатели голосуют рублем. Мы еще район не поставили, а спрос у нас жилье есть в общем. Поэтому решение с точки зрения моральной ответственности, с точки зрения бизнеса, оно оправданное. Вы ждали открытия этой школы? Да, очень ждали открытия, потому что мы до этого ходили в школу далеко, район Репное. Ну а здесь теперь рядом с домом. Это замечательно. Как вам школа? Шикарная. По-другому сказать не могу. Очень просторная, современная. Мы приходили с мужем, помогали расставлять здесь мебель. Очень все понравилось, очень рады. Надежда, как вам новая школа? Она очень крутая, мне очень нравится. Очень большая, единственное, можно заблудиться. А преподаватели как, понравились? Да, очень хорошие и веселые. Спасибо.